22 ноября 2022 года Татнефть организовала шестой слёт победителей и призёров Олимпиад. Для учеников организована выставка интерактивного оборудования, а также открыт для посещения музеев исторических и древних музыкальных инструментов. Более подробно об этих событиях в этом ролике. Хай, ребята, с вами Супергирчик, и сейчас мы побываем на выставках и экскурсиях в Альметрике. Окей, давайте поторопимся. Пойдёмте за мной. Ребята, меня все видят? Все слышат? И мы сейчас с вами находимся в классной температуре, и это один из наших самых интересных экспонатов. Эспонат называется Тепловизор. Мне понадобится три добровольца. Давай, что мы проходим. Ещё. Не укусит, не ударит, всё будет классно, прикольно. Всё, давайте, писали. Остальные поближе, по бокам, чтобы видеть, что у нас происходит. Смотрите, вы сейчас себя видите в инфракрасном излучении. Инфракрасное излучение – это тепло, которое вы излучаете. Вот вы были сейчас в очках. Я попрошу вас снова их надеть. Посмотрите, очки у нас прозрачные. Но, как мы видим через Тепловизор, мы видим их как чёрные. Можно сказать, как солнцезащитные. С чем это связано? Стекло, оно прозрачное, свет оно пропускает. Но вот тепло, которое мы излучаем, его недостаточно, чтобы пройти насквозь. Так же будет, например, вот с этими масками. Берём. Берём. Давайте поднесём к лицу. Видим? Маски чёрные. То есть совершенно наше тепло не проходит. Но вот в том месте, где вы держите масочку рукой, вы её нагреваете и передаёте своё тепло. Мы немножечко подержали. Давайте отпустим маску. Видите? Остались такие тепловые следы. То есть мы уже масочку нагрели, и тепло проходит. У меня есть вот такой непрозрачный уже предмет. Вы меня через него не видите. Давайте посмотрим, что будет через Тепловизор. Давайте смотрим. Теплочко. Вы у нас достаточно нагреты и хорошо проходит тепло. Давайте попробуем его посильнее нагреть. Попрошу вашу вот так вот по ладошке выставить. У кого самая горячая нагретая рука? У вас. Давайте сильно давим. Смотрим. Видите, ваш тепло про передаётся. Вы её нагрели. И она становится более прозрачной. Давайте время терять не будем. Мы с вами проходим в кластер света. Экспонат у нас называется «Цветные тени». Смотрите. У меня есть такие три цветные лампочки. Красная, зелёная и синяя. Когда я их включаю, поразуется, можно сказать, такой естественный белый свет. Есть такая аббревиатура RGB. Кому-нибудь знакомо? Да. Что означает? Red, green и blue. Всё верно. Смотрите, по технологии RGB у нас устроены экраны смартфонов, телевизоров. То есть, все маркетинги. Что это такое? Вот этих трёх основных цветов достаточны для того, чтобы создать все остальные цвета и оттенки. То есть, при их смешивании, по различной, так скажем, интенсивности, мы получаем все остальные цвета. Здесь у регуляторов 250 тысяч оттенков, которые в совокупности стоят 16 миллионов цветов. Но есть ещё один такой интересный, можно сказать, эксперимент. Если мы поднесём руку, либо какой-то предмет, который будет отрасывать тень, мы видим вот такие вот интересные цветные тени. Что это получается? Один из цветов закрывается, два других смешиваются, и образуется третий цвет, либо оттенок. Пойдём дальше? Так, переходим на эту сторону. Здесь мы немножечко поговорим о природе света. Смотрите, есть у нас вот такие вот различные цветные источники света. Вот эта тройка, это нам уже знакомый, красный, зелёный, синий. То есть это три основных цвета, из которых состоят все остальные. Здесь же мы увидим, из чего они состоят. То есть какая длина волны, и какая интенсивность. Например, синий. То есть на графике выглядит примерно так. Это самостоятельный цвет, у него нет никаких смешиваний. То есть синий – это синий. Есть определённая вот длина волны, его участок. Дальше. Зелёный. Картинка на самом деле такая же. То есть изменилась длина волны, такой же самостоятельный цвет. С красным будет всё то же самое. Изменилась длина волны, красный – самостоятельный цвет. Дальше есть другие немножко источники света. Это что за цвет, кто мне скажет? Голубой. Такой бирюзовый. Как думаете, из чего он состоит? Зелёный, синий. Синий и белый. Ещё у кого какие варианты? Красный там тоже должен быть. Давайте посмотрим. Всем видно вообще? Синий, зелёный, красный. Состоит также из трёх основных цветов. Синего с зелёным примерно одинаково, а вот красным, как оказалось, побольше. Дальше что за цвет? Фиолетовый. Сиреневый. Лиловый. Ну такой, ближе к фиолетовому. Синий, красный. Брежный, бойный. А чего он больше? Красный, больше, да? Синего и красного. Давайте посмотрим. Красного оказалось меньше всего. Синего больше. Ну и зелёного. Как не странно. Вот это – это белый свет. Естественный белый свет. Как думаете, из чего он состоит? Из всех. Из каких всех? Красный, синий, зелёный. Поровно. Давайте посмотрим. Все цвета радуга. Природный белый свет состоит из семи цветов. То есть, есть даже поговорка. Все цвета радуга. Все цвета радуги. Каждый охотник желает на 10 минут назад. То есть, но кроме, видимо, вот этих семи цветов, есть ещё инфракрасное излучение, которое не видно, это тепло, о котором мы говорили, и ультрафиолетовое. То есть, вот здесь, если мы смотрим, есть небольшой участочек, ультрафиолетовое излучение, и вот этот диапазон, этот инфракрасный. Мы эти цвета не видим, но они есть. Они существуют. Давайте пройдём дальше. Мы с вами перешли в кластер времени. Здесь у нас экспонат, называется «Капля воды». Смотрите, у нас сейчас будет падать капелька воды, мы её попробуем запечатлеть. А у меня к вам вопрос. Как вы думаете, как у нас капля воды выглядит во время своего русского поколопадения? Сфера. Ну, допустим, ещё варианты? Кто как думает вообще? Шар. Шар, допустим. Ну, какие ещё формы? Или вот только на одном? Для вас только одна форма. Нет других квадратов? Кто как думает вообще? Никто никак не думает вообще. Третьеугольник квадрат. Третьеугольник квадрат, отлично. Это уже хоть какие-то формы. Овал. То есть шар, овал, ничего как не надо. Цилиндры мы будем падать? Попустим. Окей. Ну, окей, давайте посмотрим, как это в действительности. Давайте подойдём чуть-чуть поближе. У нас есть такое вот окошечко. В него нужно будет смотреть. Сейчас будет падать капелька воды. Ваша задача постараться разглядеть, какая у неё ворота. Договорились? Можно прям наклониться и поближе смотрим. Бывает, не с первого раза срабатывает. Давайте попробуем. Три-четыре. Так, не было. Ещё раз. Три-четыре. Пускай я разглядел. Давайте посмотрим на экран. Сфера. Ну, сфера – это только поверхность, а вообще шар. С чем это связано? То есть молекулы воды за счёт поверхностного натяжения стремятся принять форму с наименьшей площадью поверхности. А наименьшая площадь поверхности среди фигур у нас – это шар. Так, здесь я вам предлагаю сыграть в игру. Игра только началась. Здесь можно с вами узнать, что у нас ещё состоит. Есть, допустим, геотермальные источники энергии, есть солнечная энергетика, есть нефтяные протасы, есть, например, ветер, есть гидроэлектростанция и атомная энергетика. Здесь, конечно, нам всё объяснили, всё показали. Здесь надо было правильно разместить различные генераторы и добиться максимальной выработки энергии. Но особо поиграть мы не успели, потому что уже время подходило к концу. Тогда мы направились в музыкальный зал. Всем здравствуйте, кто только что подошёл. Можете сюда поближе, поближе подойти. Мы сейчас буквально 10-15 минут пробежимся по близки, а потом в конце вы сможете поиграть на инструментах, которые вам понравились. В первом зале находятся тюркские музыкальные инструменты, то есть инструменты наших предков, которые когда-то были в нашей культуре, но под тем или иным причинам утратились. Вот я просто спрошу, какой вы знаете инструмент татарский? Мандолина. Мандолина. Отлично, молодец. Баян, курай. Банан. Мандолина и баян, это, как как у итальянка, да, это одни из молодых, самых молодых инструментов. А урай в том числе. Штат? Гармонь. Отлично, молодцы. Гармонь к нам пришла в 19-м веке, да, в конце из немецкой культуры. А вот что было, да, это мы не помним. Ложки. Вот такой инструмент под названием «Кубы из ложки» тоже были, да. Это икотский. Да, по-русски варган. Совершенно верно. Звоните-ка. Вот. Как четко мы поймали дух. Потому что тюрки, это же было огромное государство, тюркский, когда нас с 6-го по середину 9-го века существовали от Алтая до Венгрии прошли, многие народы к ним присоединились. И были они степняками, да, кочевниками, поэтому юрта у нас на пространстве стоит. А вот такие инструменты, которые мы сегодня в Средней Азии часто встречаем раньше во времена Казанского ханства, были военно-церемониальным ансамблеем. Я в полголоса только, ладно, что ли сюда? Казанского ханства. Вот. Называется он «карнай». Можно будет. Можно будет. Курай из растения Кура. А Кура, она росла в татарских лесах, не только в башкирских. И у нас было много исполнителей на таких Кураях. В нашей местности они назывались «нугай-курае», потому что было сильное влияние на гайскую культуру. У нас до 70-х годов на вахтовом автовокзале сидел постоянно один бабай и играл на таком Курае. Это уже более современное изобретение. Здесь есть свисток, сюда можно вдувать воздух, получается мелодия. И так далее. Здесь надо правильно губки, зубки поставить, щечку, и получается звук немножко другой. Вот здесь потреснул, не смогу вам показать, ладно, но в другом потом. Звук идет с придыханием. А вот на таком инструменте играли еще в доисламский период, в сургусской цивилизации. Мы в этом году праздновали 1100-летие со дня принятия ислама, да? Я знаю, почему вы смеетесь, но на самом деле другое значение есть. А выдалбивался из цельного куска дерева такой инструмент. Нижняя часть трубку вызоветстворяла мир нижних духов, а верхняя — мир верхних духов. А вот эта часть была наша земная жизнь. Там даже есть окошечки под всторонний мир, можно посмотреть. Когда играешь лукообразным смычком по конскому голосу. Это один из самых старинных общедюркских музыкальных инструментов. Здесь прибежит и кожа, и дерево само. Но еще мы знаем, что в те времена, когда еще ислам не приняли, также были здесь шаманы. И одним из ударных инструментов был шаманский бубен ритуальный. Изготавливался он из деревянной обечайки, затягивался кожей. В данном случае, на дебе кожа как раз и применялась. Сейчас я покажу, какие вибрации можете сделать. Хочется горловой пения, да, сразу запеть? Вот, да. Потом уже, как потомки, пришли вот такие инструменты под названием «ДАК». Стас сегодня звучит так звонко, конечно, благодаря металлическим сборам. А в древности струны делали из козьих и бараньих на шелк. А, например, на таком, как Тамбур, струны были из шелка. И говорят, что последний казанский тамбур, а на Тамбуре, поскольку думал, не жадно. А вот этот инструмент из одной страны самый простой, с другой стороны самый ценный. На что похож? На споречья. На споречья похож, да, Рябич? Называется он «Думбра». Татары называли «Думбра», чуваши, морейцы, «Сембра», «Думбра» называли. Но этот инструмент был у всех народов побольше и исчез из употребления в середине XIX века. Вот так вот можно на нем играть и даже танцевать можно, да? Это инструменты были народные. «Думбра», 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 «Думбра». А вот таких инструментов играли городскую музыку. «Думбра», 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 «Думбра». «Накануне», ну, он не настроенный у нас, накануне играть очень сложно, мечтаю научиться, пока не умею. Здесь сантур – это цимбалы. Обычно мы помним цимбалы, белорусские, молдавские, да? Но цимбалы пришли с востока. Это когда палочками по струнам бьешь, да? Они сейчас с бомб играешь, потом можно поиграть. Я вам быстренько сейчас объясню здесь. У нас тут в итоге есть различные моменты, которые используют религиозные, то есть, да, и пользуются каких-то религиозных обрядов. Чтобы вызывать дождик, использовали вот такой рейд-стинг. Это уже Африка, Австралия. Поход на шум дождя, да? Потом, чтобы поблагодарить за прошедший дождик, игра лябочная на калимбах. У нас они из половины кокоса. С помощью включенных гвоздей вы тоже могли играть. Можете потом поиграть. В поющие чаши многим известны. Или тибетский колоколат. Звук образуется от вибрации. А вибрация происходит от трения. У каждой чаши свой звук. Сегодня поющие чаши используют звукотерапии, так же, как и китайские бонги. Так же можно дарить потом по китайским бонгам. Поющий ветер или музыка ветра. Баракасы, кискареты, компонели всевозможные. Друговые прищетки. Так же малыш инструмент. Как вариант из подручных средств. Мы, конечно, спушили. Соколки остались. Похотали палочки. Привязали. И мы все слышим музыкальные инструменты. И покажу некоторые губовые инструменты. Это у нас, например, шеф китайский появился. Китай 2000 лет назад относится к классу губных органов. Звучит так же похоже на орган. Вот, пример газа. Диджериду эта природа изготавливала. Внутри съедали термиты мякок дерева. И оставалась только его оболочка. И использовался как сигнальный корм. Ну, по-разному они звучат. Есть пониже звук. А ракушка племенами островными в Индонезии использовалась как сигнальный горд. Очень громкий инструмент. Была знакома у тюркских народов как символ четырех стихий. Потому что мастер мочит руки в воде, из блины лепит, огнем обжигает. И ветром своего дыхания извлекает звук. Очень красивый. Таш-сабы-сгыл называется у татар. Панфлейты или флейты многоствольные. Традиционно перуанские, но нет у мурдаван. Есть такой инструмент у турков, у тюрков. У татар даже из полых птичьих костей изготавливают. Узнали одинокий посток, да? И как пример народного инструмента, хулуси или китайская волынка. Тыкву берут, чистят, сушат и три дудочки к ней прикрепляют. И получается ансамбль целый в одном инструменте. Волынка, которую мы привыкли видеть, да? Вы привыкли. Давайте я вам так покажу, не снимая, да, со стенки. Что нужно? Это пузырь, который воздух не пропускает. С этой трубки надуваем пузырь. Продолжаем либо дуть в трубку, либо выжимать из пузыря воздух. На этой дудочке играем мелодию. И три дудочки дают по одному аккордовому звуку. Получается такой интересный звук. Какие ложки должны быть, я боюсь, что за таком возможно. Видите, он так прощается. Так, лаксон, можете сейчас пока кончить, можете подойти и все озвучить. Ладно, сами? Тут бубные гармошки тоже есть. За бубные? О! Пока только призвучим, торопимся, а то вы не успеете на обид. А современные буквовые инструменты. Вот этот инструмент называется пандора. Часто же мы эту используем, да, этот термин? Это что-то пандора. Да, совершенно верно. Китайские. Им по три тысячи лет. История насчитывает. От такого, как бутжен, возник тюркский инструмент ятаган называется. Или житеген называют казахи. Восточные цимбалы, как мы уже говорили. А, например, кошки китайцев. Важно, некая скрипка, которую сегодня знали, как вверху китайских крикунала. Атерка пришел инструмент. Смурчок не отделил от инструмента. Проходит сквозь струны. Это сам случилось. Но и звазонные гитары, узнаваемые. Пандор, атерка, струны, жребные. Вот, наверное, по приказу. Это студенты, которые как раз исполнили. Не пора, я слышу, что он когда-нибудь здесь. И все возможны барабаны. Можно и ручками поиграть. И палочками китайские, мусультийские, купинские, африканские, турецкие. Среди первых барабанов вас употребляют. Хеликофон и хрэльбраун. На кайфе, конечно, ручками надо играть. Но не все умеют, поэтому палочки. Дальше. В переходе стоит барабан, который раньше использовался, по-моему, на церемониальной мусультике. Но сегодня, по преданию, приносит удачу и даже исполняет желание. Можете подумать о чем-то самым светлом или загадать желание постучать по барабану. И в том зале рояль Шостаковича к вашим услугам и барабанной установке. В маку можете сидеть и поиграть. Ну, а потом нам дали немного поиграть. И потом отправились мы в ресторан Сыроварня. Где успешно пообедали. Очень даже вкусно было. Мне понравилось. Давали какой-то необычный салатик, борщик, гречку и у нас, значит, блинчики. Внутри там прикольный дизайн, интерьер. Можно что-то купить, если нужно. Ну, и здесь, конечно, всякие десерты. На столиках даже стояли соусы. А еще на первом этаже была эклерная. Я уже был сытым, поэтому здесь ничего не кушал. Но надо было сходить проверить. Так выглядит первый этаж альметрики. И напоследок я решил еще раз заглянуть в этот музыкальный зал. Посмотреть там, потрогать всякие инструментики. Поиграть немножко. Ну, а заодно, чтобы вы все увидели, я прошелся здесь, пока здесь было пусто. Тут меня заинтересовали скрипка, гитара, виолончель и рояль. К сожалению, заснять видео, где я играю на инструментах, я не додумался. Хочу как-нибудь на фортепиано научиться играть нормально. Вообще, вся эта поездка мне очень понравилась. Сблагодарю Татнефть за организацию такого. Огромное спасибо. Надеюсь, я смогу в таких мероприятиях участвовать снова и еще загружать больше видео на канал. Ну, а всем спасибо за просмотр данного ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. С вами был Супергирчик. И всем гууудбай! Кстати, а вот гитарка, это мне.